Приветствую всех подписчиков и гостей канала. Групповой этап Лиги Чемпионов переваливает за экватор и в ближайшие два дня будут сыграны матчи пятого тура. Единоличный и абсолютный лидер таблицы Ливерпуль на родном Энфилде примет действующего победителя турнира, который уже успел потерпеть два поражения в гостях у Лиля и дома от Милана. Мерсесайцы же в крайнем туре в Вейнере разгромили мощный Байер, но вот со сливочными статистика личных встреч далеко не радужная. За последние восемь матчей, начиная с 2014 года, Ливерпуль лишь раз не уступил Галактикос, в апреле 2021 года в рамках 1-4 финала отстояв дома нулевую ничью после гостевого поражения. Внизу таблицы сразу пять команд еще не набрали очков, и если штурм, янг бойц, цвена звезда и слово находится здесь довольно ожидаемо, то Лейпциг в этот квинтет совсем не вписывается. Стоит отметить непростой календарь немецкой дружины на старте турнира, уступившей Атлетикой, Ювентусу и Ливерпулю, а в крайнем туре безмольно проигравшей в гостях Селтику. Дальнейшее расписание турнира также не сулит быкам легких путей, так как на днях предстоит выезд на Сан-Сира в гости к Интеру, еще не пропускавшему на турнире и потерявшему очки лишь на Этихат, благодаря чему на Радзуре входят в квартет команд, делящих вторую строчку. Также в этой четверке находятся в Спортинге французские Монако и Брест, которые смотрятся в этой кампании наиболее неожиданно. Опять же стоит отметить календарь брещан, которые из серьезных соперников встречались лишь с Байером, с которым и потеряли очки, обменявшись голами. В матчах с менее статусными соперниками Брест одержал три победы, обыграв австрийский Штурм и Зальцбург, а также Чешскую Спарту. Но в грядущем туре команде предстоит выезд в гости к Барселоне, которая, впрочем, была на старте турнира, обыграна Монако, пусть и в гостях, и в меньшинстве. Монегаски, в свою очередь, потеряли очки лишь в Загребе, разойдя с боевым миром с местным Динамо, а вскоре примут дома Бенфико, которая, одержав две победы на старте, в дальнейшем дважды уступила. Спортинг потерял очки лишь в Индховене, а в последнем туре сотворил одну из главных сенсаций, разгромив дома Манчестер-Сити. В следующем туре лиссабонцы ждут еще одного гостя с Туманного Альбиона – лондонский Арсенал, одержавший две домашние победы, но на выезде потеряв очки с черно-синими итальянскими командами, минимально уступив Индховену и разойдя с безголевым миром с Аталантой. К слову, бергамаски, как и земляки, еще не пропускали на турнире, но дважды сыграли в ничью, не сумев поразить ворота еще одного представителя британских островов Селтика. Аталанта едет в гости безочковому Янг Бойс, который только в прошлом туре отметился первым забитым мячом. Вместе с упомянутой Барселоной шестую строчку делят дортмундская Боруссия и Астон Вилла, лишь в прошлом туре допустившая первую осечку, уступив на выезде Брюге. А послезавтра примет дома Ювентус, уступивший лишь в домашнем матче Штутгарту, потерпев единственное поражение во всех турнирах. Дортмундцы же уступили лишь в ремейке прошлогоднего финала, безвольно проиграв Реалу, а в следующем едут в гости к немало пропускающему Загребскому Динамо, в то время как сама Боруссия является одной из самых забивающих команд текущего турнира. Манчестер Сити в прошлом туре потерпела разгромная фиаско в Лиссабоне, да и в целом команда Гвардиолы проигрывает на протяжении пяти матчей во всех турнирах, поэтому едущему на эти хат Финорду не позавидуешь. Впрочем, голландцы тоже не робкого десятка, в текущем розыгрыше одержав две победы как раз таки на выезде, одолев Жерону и Бенфику. Вместе с горожанами десятую строчку делят еще шесть команд, среди которых Байер и Лиль. Ливеркузенцы после унизительного поражения на Энфилде примут дома Зальцбург. Лиль же наоборот потерпел единственное поражение на старте, после чего обыграл двух мадридских грантов и отстоял ничью с Ювентусом. А теперь едет гости к Болоне, которая набрала всего один балл, при этом не забив ни одного мяча. Также семь баллов в активе имеет Селтик, потерпевший лишь неприятное поражение в Дортмунде. А теперь примет Брюге, также крупно уступивший Боруссии и Милану, но одержавший Викторию над штурмом и Астонвиллой. Всего две победы в активе Баварии, минимально уступившей в Бирмингеме и разгромленной в Каталонии. Мюнхенцы примут дома ПСЖ, который и вовсе имеет лишь одну победу, минимально одолев на старте Жерону, а также заработав балл в домашнем матче с ПСВ. Шесть очков набрал мадридский Атлетико, идущий по турниру крайне неровно, с унизительными поражениями и вымученными победами. Матрасники едут в гости к Спарте, которая начала турнир с уверенной победой над Зальцбургом и ничьей в Штутгарте, но затем потерпела два поражения к ряду. Упомянутые Швабы также имеют в активе четыре очка, добыв минимальную победу в Турине и едут за второй в гости к Црвене Звезде, еще не разжившейся первыми очками. Всего одна виктория у ПСВ, но и поражение также одно при двух ничьих. Эйнт Хойвенцы ждут в гости шахтер, который на старте турнира добыл балл в Болонье, а в прошлом туре одержал волевую победу над Янг Бойз. Безочковый штурм примет дома Жирону, который может похвастаться лишь домашней победой над Слованом, замыкающим таблицу с наихудшей разницей мячей и ждущим в гости Милан, который после двух поражений на старте от Ливерпуля и Байера с одинаковым счетом 3-1 одолел дома Брюги и на выезде Реал, и не прочь одержать третью викторию к ряду. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!